Друзья, сразу хочу извиниться за свой голос, немножко приболел или как это сказать, но не суть. Сегодняшний видеоролик будет о том, что я хочу вам объяснить, рассказать, что такое Apple ID, это учетная запись Apple устройств, как она работает и что с ней вообще можно сделать просто с вашего iPhone, iPod Touch или какого-либо Apple устройства. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, это, как понимаете, некий электронный адрес, который предназначен от компании Apple. Вы его создаете, заходите в ваше Apple устройство, регистрируете его и получаете полноценное использование данного продукта. Это резервные копии контактов, приложений, данных и использование в принципе App Store как маркета для приложений и так далее. То есть подписки, все-все-все, это остальное. Вот это и есть учетная запись Apple ID. В принципе, то же самое, как какая-либо другая учетная запись от Google, то есть Gmail.com. Неважно. Смотрите, я вам расскажу, как можно с Apple устройства изменить, какие особенности есть, как можно изменить учетную запись, как применять вообще какие-либо к ней настройки, там цифровой наследник и так далее, и так далее. Если интересно, досмотрите видео до конца. Итак, друзья, я хочу вас познакомить с особенностями, то есть можно зайти как через App Store, то есть мы переходим в учетную запись. Вот. Ждем, пока прогрузится информация, проходит авторизация, опускаемся вниз и нажимаем управление. Нас перебрасывает на сайт App. Вот. Здесь мы проходим верификацию, опять же, войти в учетную запись. Вот. Нас встречает прекрасная анимация. Опять авторизируемся. Дальше. Что мы здесь видим? Мы здесь видим наш Apple ID, пароли, безопасность учетной записи, ML. Вот. Восстановление учетной записи, цифровой наследник. Вход с Apple. Пароли приложений. Начнем с Apple ID. Заходим. Мы здесь можем создать новый Apple ID, то есть здесь пишет Apple ID используется для доступа ко всем продуктам и сервисам Apple. Здесь можно изменить Apple ID, то есть введите адрес, новый адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве Apple ID. Код проверки будет отправлен на этот адрес. То есть, по факту, мы пересоздаем новый Apple ID. Следующий подпункт это пароли. Здесь мы можем изменить пароль, ввести текущий, поменять на новый, выйти из системы на всех устройствах Apple и связаться с вашим Apple ID текущим. Безопасность учетной записи, двухфакторная идентификация. Здесь я закрепил за номером телефона, могу добавить еще один номер телефона и менять между собой, либо же оставлять этот, либо же другой. Дальше. Переходим к email для уведомлений. Здесь мы можем изменить email, удалить старый, оставить новый. То есть, у меня вот email для уведомлений такой-то. Я считаю, что его нужно будет изменить, поставить на другой. Восстановление учетной записи. То есть, здесь мы можем восстановить учетную запись, нам рассказывается, как это сделать, как выйти с устройства iPhone и iPod, неважно, перейти в настройки Apple, так, пароль, безопасность, восстановление учетной записи. На Mac, в принципе, то же самое действие. Все. Это такая некая инструкция. Цифровой наследник. Это тот человек, который получит доступ к вашей учетной записи, если с вами вдруг что-то случится, и он сможет использовать вашу учетную запись, в принципе, как доверенное лицо. Дальше. Вход с Apple. Подробнее. Здесь нам говорится то, что мы используем Apple ID, где здесь проходит авторизация автозаполнения паролей с Apple ID. Вот это те все приложения, которые здесь вы можете лицезреть. Дальше. Это пароль и приложение. Здесь вы можете создавать какой-либо пароль на приложение. Вбиваете этот пароль. Использует пароль приложения для входа в приложение или сервисы, не предоставляемые Apple. Здесь мы забиваем имя, создаем пароль и будем входить с приложением пароля. Все. Вот, в принципе, весь функционал. Это на управление вход с вашей учетной записью, где вы можете это сделать, в принципе, на сайте. Apple. Я ссылочку закреплять не буду. Почему? Потому что нет смысла. Вы, когда будете переходить авторизацию, вас автоматически будет перекидывать. Есть два пути, как это сделать. Я показал в App Store. Точно так же можно сделать вот по этой настройке. Так же самое заходим в медиаматериалы покупки. Посмотреть. Вот. И точно так же опускаетесь вниз и управлять. Вы точно так же сюда попадаете. Все. Ничего сложного нет. Используйте. Вот, друзья, вот, в принципе, вся суть. Если вас интересуют еще какие-либо вопросы, почему вы не можете создать учетную запись по подсказке в описании, в ссылке в описании. Либо же у вас есть какие-то баги по учетной записи или в использовании в App Store. Точно так же по подсказке в описании и в ссылке в описании. Если же у вас есть какие-то баги в смене региона, в App Store точно так же по подсказке в описании и в закрепленной ссылочке. Все. Все данные есть. Если вас будет интересовать любые вопросы, всегда пишите. Я максимально отвечаю всем пользователям, особенно своим подписчикам. Дальше больше. Скоро увидимся. Продолжение следует.